Яровой сев текущего года в республике практически завершен. На полях идет уход за посевами до и после всходового оборонования, а также защита растений от сорняков и болезней. На этот раз я несколько слов хочу сказать по картофлю и овощей. Мы в целом самодостаточны, в том числе благодаря частному сектору. Но картофель, в частности, как и сахарный свекла, при надлежащей работе, может стать якорной культурой для отдельных сельхозформирований. У нас таких хозяйств в республике есть. В то же время, когда-то успешно занимавшиеся выращиванием этой культуры района, хозяйства, его потихоньку забрасывают. Эти мотивы понять сложно. Если товар качественный, то рынок сбыта есть, даже не ограничен. Поэтому просил бы, в том числе и глав муниципальных районов, провести соответствующую работу, где есть земля, где есть народ как потребитель, там, конечно, эта земля как источник бизнеса должна работать, в том числе по овощам и картофлю. Со своей стороны, министерство оказывает с позапрошлого года уже и продолжает оказывать существенную помощь, имея в виду дополнительные лимиты по оснащению современной техникой для возделывания, практически вне лимитной субсидирования техники под овощи и картофель, а также и несвязанная поддержка на гектар кратно выше для хозяйств на площади картофель и овощей. Ну, примерно такая же ситуация у нас с овощами. Я хочу сказать, мы не должны ограничиваться покрытием только потребностей республики. Если нам свободно завозят чего-либо по ассортименту овощей, что возможно выращивать у себя, почему мы не должны, в том числе, его и вывозить. Овощи тоже очень доходные культуры, конечно, при соблюдении технологий. Необходимо районам Лаишевскому, Тукаевскому возразить былые традиции Нарманки и Ворошиловского по площадям. Зеленодольский район, имевший когда-то три серьезных хозяйства овощных, площади под овощами обнулил. Да, и вина здесь, конечно, нет от Половачпрома. Не смог удержать ситуацию, но земля осталась в районе. Интересный овощный проект, это уже с позитивной стороны, реализует Альметьевский район. Там на 400 гектарах для желающих заниматься овощами фермерам создали все условия. И земля со всей инфраструктуры, и оказание услуг по посадке, орошению, уборке, вопрос о хранении и переработке также совместно будет решать кооператив Овощная долина. Мы уже с осенью, осенью с этой площадки увидим первую продукцию. Примерно по такому же пути подготовительные работы ведут Дрожжаной и Кукмар. Я вот обращаюсь к главам районов, рынок сбыта овощей тоже огромен, и не только в нашей республике, в Татарстане. Вот нужно найти у себя лидеров, способных реализовать такие проекты, а министерство готово оказывать поддержку. поддержку.